Вас приветствую сегодня я, Лидия. Как говорится, идя на встречу по желаниям трудящихся, как раньше говорили, да? Некие подписчики на этот канал с подачей, можно сказать, иезуической подачи моей дочери Даши. Недавно мы с ней снимали, кстати, совместный видеоотчет, и она прям прокричала. До этого она мне, кстати, наставляла, просила, что «мам, ты так хорошо рассказываешь о прочитанном Алексееве, ну расскажи, ну расскажи свои впечатления, свои мнения об этом нашем любимом писателе». Ну, я вообще как-то отнекивалась, то ли, видимо, не созрела, потому что всему свое время, как говорится. Ну, а здесь уж, кстати, она говорит, ну хочешь, не хочешь, раз прокричала, «Эй, люди, просите, и вам она не откажет». Ну, действительно, непорядочно тогда, если уж некоторые захотели мое мнение услышать и увидеть. Сергей Трофимович Алексеев, я не знаю, не помню, вернее, как все это начиналось. Естественно, как у нашей любименькой Марии Семеновой, с Полтадава все началось, с нашего увлечения, мы читаем все. Так вот, и Сергей Алексеев, конечно же, первое, что мы стали читать, это несколько книг, теперь уже четыре, вот они все, значит, сокровища Валькирии. Здесь и «Земля сияющей власти», и «Звездные раны», и «Хранитель силы», и вот последняя, значит, из этой серии «Птичий путь», все это сокровища Валькирии. Безусловно, захватила эта книга, эти несколько книг, вот. И, естественно, мы покупали в магазинах книжных все те книги, которые писал, ну, то, что издавалось вот Алексеева именно. Тут я вот что хочу сказать. Темы, так сказать, которые он затрагивает в своих книгах, они извечные, они пишут многие во всем мире, но дело вот в чем. Мне вот припоминаются, так сказать, слова Макревича, о котором я тоже как-то рассказывала, свои впечатления о его книгах, и вот он говорит о том, что, казалось бы, вот текст песенки не затейливый совершенно, вот, никак. Мотив тоже, как бы, простенький такой, а вот цепляет. А вот почему-то цепляет, и она становится, значит, хитом, эта песня, ее поют все, и отовсюду, значит, несется она. В чем дело? В чем дело? Почему цепляет? Никто этого, конечно, и не знает, тут не докопаешься до судьи, что-то вложено в нее такое, вот такая энергетика, такое, что вот буквально она захватывает всех, несется уже со скоростью такой моментальной. И о книгах могу сказать то же самое. Дело не в том, о чем пишет автор, а как пишет. Как пишет. Я уже как-то то же самое повторюсь, говорила, когда я снимала видео о Шантараме, то есть, как это тебя цепляет, насколько это укладывается в твое, вот, или потребность какая-то, видимо, возникает, ведь у каждой книги есть свой читатель, безусловно. И темы эти, понятно, они трогают всех, безусловно, и, казалось бы, в чем дело? Почему именно вот Алексеев меня зацепил? Вот зацепил все тут, и я его с таким удовольствием читаю. Читала и «Сокровища Валькирия» первоначально, ну и потом он достаточно плодовитый, надо сказать, автор. И остальные, причем такие глобальные проблемы поднимаются, они во многих книгах как-то граничат с некой мистикой, что ли. Ну вот возьмем сокровища Валькирии, соль, так сказать, знаний, соль власти и так далее и тому подобное. Исвечные такие темы. Вкусил вот такое вещество, вот и овладел как бы, и обрел хранителя какого-то и так далее и тому подобное. То есть это вот какая-то что-то вот такое вот, потустороннее, будем так говорить, что ли. Вот этот способ, вот этот язык, глубоко Алексеев чувствует слово настолько, что вот прямо-таки вот взахлеб читаешь все его книги. Очень все это замечательно, занимательно и очень интересно, просто захватывающе. Ну вот даже названия-то книг, вот такие типа «Рой», то есть аналогия с пчелиным роем, то есть в составлении такие человеческий род, пчелины весьма организованы, высокоорганизованы, так сказать, и свои там порядки и так далее. Или, к примеру, книга «Аз Бога ведаю», ну очень многозначительная, не правда ли, и тоже все эти извечные темы, или «Возвращение Каина», ну масса, значит, вот таких вот книг. Я-то хочу сказать вот о последних прочитанных Алексеевских книгах. Дело в том, что «Спасибо моей дочери Даши», она совершенно без всякого, без всякой моей подачи, можно сказать, каких-то пожеланий или чего-то, когда на электронной книге у меня закончился очередной список прочитанных сорока там, или сколько я за месяц прочитала, она мне на свое усмотрение скачала много, 87 книг, будем так говорить, и мне так это между делом говорит, а я вам теперь скачала еще и Алексеева, которого у нас нет. К сожалению, вот вы знаете, настолько популярный автор, но тем не менее, вот очень много книг я в книжных магазинах не встречала. Увы и ах, почему-то как-то не издаю. Ну это все издатели, так сказать, будут пользоваться, не будет, это их зрение только. И поэтому вот возможности электронной книги весьма расширяют, так сказать, вот эта вот потребность в твоем чтении именно того автора, которого ты любишь, почитаешь, который тебе помогает самообразовываться, будем так говорить. Ну, не побоюсь этого слова, духовно расти будет так, вот, для чего и читаем мы. И вот, значит, она, я прочитала здесь несколько книг, несколько, ну, огромное впечатление, конечно, на меня произвели. И вы знаете, несколько книг, которые я прочитала, они вот не из области духовной какой-то вот, высоко таких значимых тем, а приземленных, будем так говорить. Алексеев пишет о людях, простых людях Земли, совершенно простых. Вот, просто иногда, вот, например, они автобиографичные, вот, весьма поучительные, надо сказать. Вот, прочитала, например, книгу под названием «Материк», он сам начинал с этого, то есть после школы пошел в сибирском небольшом городочке на промокомбинат, который уже на последнем издыхании, уже перестройки, там, всякие, так, чего-то делают между делом. Но, как он говорит в послесловии, вот, эта история, то есть его работа, его взаимоотношение вот с учителем, он так называет, простой кузнец, вот, простой кузнец, от цехи, но очень творческий, который, ну, не без греха, то все, попивает там где-то, чего-то как-то. Но, тем не менее, в нем вот эта вот жилка творческая, он вкладывает душу, так мы говорим, да? Без коего творчества невозможно. Вот, он именно человек творческий, и он называет его учительностью жизни. Я ему говорю, что вот эта вот работа, вот такие взаимоотношения на этом промокомбинате, совершенно, так сказать, заваляющенькие, это модель всей жизни. Вот модель всей жизни, да. Потому что меняется место, меняются люди, как бы, но суть-то остается та же самая. И мне тут сразу вспоминается тоже из-за этой Кристи мисс Марпл, помните, которая в маленькой деревушечке в Англии живет, и вот она, кстати, расследует такие громкие преступления весьма, а как? Она говорит, так и натура-то везде человеческая одинаковая. Вот я вспоминаю вот там аптекаря, или бакалейщика, или еще кого-то приводит. Вот оно, вот, и вот такие параллели, все одно и то же, везде. И из этого нужно извлекать просто-напросто урок. Он просто сам говорит, что Алексей в этом романе промокомбинате, ну, материк, вернее, об этом промокомбинате, что «Знать бы мне тогда, что, чему меня жизнь учит, чему я, что я должен брать, оценить вот это все, что мне дается, чтобы извлечь вот соответствующие уроки». Или вот книга «Мираж», так вот. Тоже не затейливая, как бы, по своему сюжету, из Москвы, там, совершенно случайно, непрекаянный такой легкий образ жизни ведет. И вот, значит, человек, с которым он познакомился, только что расписывает всякие прелести жизни, ну, будем так говорить, вахтового метода, да, сейчас это очень распространено, вот ты поехал там, поработал, а потом ты можешь себе позволить все, что угодно. Ты свободный человек, у тебя денег куча, ты можешь купить все, что угодно, поехать куда угодно, и так далее, и тому подобное. Вот восприятие через Боб, Боб, этого героя зовут, восприятие, так сказать, вот этой жизни, в оконцовке приходит никчемное это восприятие, это никчемная жизнь не наполнена каким-то смыслом, мне вот так говорить. Или, вот, «Дороги» прочитала тоже, это строящийся комбинат, и туда, значит, проводятся государственные организации изыскательской работы по прокладке, туда дорога нужна такая добротная, поскольку руду добывает, приводит большими машинами, вот. И одновременно комбинат своими силами. Тут, кстати, столкновение интересов, в коммунистические времена будем так говорить, когда левая рука не знает, что делает правая. Каждый свою тащит, дабы избежать разбучки от вышестоящих организаций и так далее. Очень интересное здесь взаимоотношения. И через Вадима, вот, героя этого романа «Дороги», это его сын, которого он привез, хотел, чтобы он шел по его стопам, тоже занимался таким же делом, это как бы наследственное у них. И вот он молодой, парнишка совсем, вот, видимо, как-то передалось, то, что он не захотел заниматься этим никчемным делом, когда тратятся такие государственные средства, а это никому не нужно. И уходит. Или вот, например, слободневная тема, он не мог остаться в стороне, будем так говорить, Алексеев. Роман называется «Дождь из высоких облаков». Это события вокруг Норд-Оста, на Митровке, помните этот террористический акт страшный. Вот события вокруг этого, и люди, несколько героев, их взаимоотношения, ну здесь, конечно, любовь, даже без любви, и некие силы, к которым прибегает, некие спецподразделения, будем так говорить, Алексеев в своих книгах, постоянно вводит такие персонажи, вернее, такие вот подразделения, которые стоят над государственными органами безопасности и так далее, ну и подобное. Очень, просто замечательно описывает эти ситуации. Вот «Растрата», к примеру, или в скобочках «Золотой капитан» называется. Тоже обыденная история совершенно. Капитан, так сказать, уже старой-старой баржи такой, север, это Игарка, еще Таруханск, еще дальше севернее, Краснодарский край. И вот, так сказать, отношения, его место в жизни, его отношения к делу, взаимоотношения с семьей, какие-то моменты, которые вот, занимает, так сказать, повествование всего лишь в романе «Десять суток», но что он прочувствовал, что он понял о себе, о людях и так далее, очень интересно. Хотя, казалось бы, весьма такая рядовая ситуация. Вот посвятило меня, еще не могу сказать о книге, которую я сейчас прочитала, «Молчание пирамид». Здесь тоже перекликается с сокровищем Альхирии нечто такое же, звездные раны особенно. То есть, есть такие места на земле, особенно в России, конечно, где все воспринимается по-своему и по-иному, будем так говорить. И вот через вот это вот, не знаю даже, как сказать, через совершенно непознанное нужно понять свое место в жизни о том, что мы творим, куда мы идем. Это вот о чем говорили уже с Дашей в предыдущем видео все такое философское и так далее. Россия, мы и мир. Вот и здесь то же самое. Это Сибирь, близка моему сердцу. Почему? Может, я его и люблю, Алексея, потому что он не только сибиряк, то есть наш, наш, можно сказать, земляк. И, как мы уже говорили, его род из Вятской губернии, откуда и вы в концовке по материнской линии пришли в Сибирь. Поэтому он много пишет о Сибири, конечно. Вот. И мы свято верим в то, что люди в Сибири гораздо чище, мудрее. Вот именно здесь соль, соль, можно сказать, земли. И здесь вот введены два персонажа таких вот типа даров, сокровищах в Алихиере и так далее. Ящер и ящерица. Ящер это некий, ну, назовем его пророк, что ли, да, вот сам самосовершенствуется и знает о том, что будет и вынужден иногда помогать своим родным и близким на потребу, так говоря. Но, тем не менее, он признан для того, чтобы сохранить вот это место, оно где-то в Омске, в Томской области, вот это вот место очень старое, которое хранит наши знания и так далее. но которое разрушено, ну, как все мы разрушаем в нашей жизни, разрушено, но нужно это все восстановить. И вот здесь вот Гурецкий бор, река Сватья, которая исчезла, как все мы разрушаем, исчезает. Но как это написано? Вот, как это написано, вот просто захватывающе и невероятно. Я прочитала вот в захлеб вот эти вот книги, которые я назвала, еще там Игорь Схинешников, это обращение, так сказать, его опять-таки к высоким, к высокой власти, речь идет о президенте не больше, не меньше, после его отставки, и как это было, и как приходит к власти, то есть здесь какой-то серый кардинал, который всегда где-то есть, и который оттуда руководит всем и всем, и этому нельзя противиться, и пост власти, вот это вот, в общем, вот так вот. И сейчас я вот не закончила еще, начала вчера книгу его уже, Алексеева, конечно, когда боги спят, так говорить, спят, вот это вот, красная нитья проходит, у него во многих книгах боги сейчас спят, они давно уже спят, почему-то сделают свое дело, и теперь мы сами, сами, значит, идем, саморазрушаемся и разрушаемся вокруг, и просто нужно как-то быть потише, слушать себя, слушать свое сердце, а там его прадед, героя, кричал, пытаясь достучаться, он губернатор, края, бывший тоже, который переоценивает, осмысливает свои прегрешения, что боги спят, он кричал ему, и поэтому нужно разговаривать шепотом и ходить на цыпочках, тихонечко, слушать себя, слушать близких, слушать всех, извлекать уроки за себя, потому что нас наказывают, вернее, учат через детей наших, и наказывают тоже через детей, это страшно, и я хочу закончить вот тем, я взахлёк просто одну за другой, одну за другой читала книги Алексеева, которые я еще раньше не читала, и я в подкушении, у меня еще есть несколько книг непрочитных, поэтому я готова и дальше, это никогда не надоедает, это не утомляет, это очень здорово, что есть такой писатель Сергей Трофимович Алексеев, поэтому кто дозрел, кого заинтересовал, он своими делами, своими сюжетами, милости прошу, читайте, читайте, спасибо и до свидания.